Сегодня будет вообще сюрприз. Этот сюрприз называется театр. Как сказал Уильям Шекспир, вся жизнь театр и люди в нем актеры. Я с огромным удовольствием приглашаю сюда ко мне Андрея Длинчук. Давайте его поприветствуем. Я не буду говорить, какой он. Вы мне лучше сами скажете через час. Поэтому они все твои на целый час. Хорошо. Здравствуйте. Я вначале вам расскажу, кто я, что я, немножко попуская пузырей, для того, чтобы у вас ощущение какое-то сложилось. А потом вам расскажу то, о чем вы малоинформированы, скажем так. Итак, я режиссер. Режиссер широкого профиля. Ну, по мне сразу видно невооруженного. Моя творческая деятельность уже 40 лет. 40 лет я занимаюсь лицедейством, поэтому я имею полное право с высоты своих прожитых лет и своего творческого запала воспитывать подрастающее поколение. Ну, я старше вас, потому что вы для меня подрастающее поколение. Я много лет занимался с актерами профессиональными. Я имею образование театрального режиссера, кинорежиссера и телевизионного режиссера. Все это я делал с большим успехом. Вот недавно, в мае, я получил приз за лучший музыкальный фильм в Каннах. Вот поэтому он, конечно, странный, фестивальный, но сам факт. Награда есть. Она нашла своего героя. Считаю заслуженно. Так вот, много лет занимаясь ремеслом, я как-то с дуру согласился возглавить театр. И 9 лет я занимался бюджетной организацией. Чуть голову не сломал. И, что самое обидное, я понял, что я больше с артистами не хочу заниматься в никаком виде. Потому что новое поколение артистов, оно, к сожалению, не очень сильно доучено. Если раньше был принцип такой, артист заканчивает первый курс, он народный артист. Заканчивает второй курс, он заслуженный артист. Заканчивает третий курс, он просто артист. А заканчивает четвертый, он, а не артист. Теперь все наоборот. Заканчивает первый курс, он не лауреат и государство принят. А дальше по возрастающим. И они приходят в театр, уже готовые, ничего не хотят знать. И с ними очень много приходится возиться. Мне пришлось даже придумать новую технологию. Потому что, когда ездишь по профессиональным городам, то приезжаешь на короткий срок, ставить нужно быстро. Артистов некогда воспитывать. Они там еще в более запущенном состоянии, чем в Москве. И поэтому я придумал такой метод. Он называется струйный. Но от струйного принтера. То есть они сделали шаг, зарисовали, сделали второй, зарисовали. Потом повторили, сделали третий, зарисовали. И таким образом они не очень понимают, что делают. Но делают красиво. И создается ощущение, что они большие молодцы. А вообще, в принципе, знаете, в театре есть самый мой любимый анекдот в театре. Это когда режиссер приезжает в провинцию из Москвы. Потому что в Москве у него никак не получается сделать тот спектакль, которым он хотел. И вдруг приезжает в провинцию. И понимаешь, что артисты прям его. Они все понимают с первого слова. Не задают лишних вопросов. Не пытаются ковыряться в мелочах. Они все вместе, дружно. Как большой ансамбль создают спектакль. И он понимает, мое, наконец-то обращается к директору, к финансисту. И вдруг понимает, что и там у него понимание. И строит декорации, которые он хочет. И вдруг, а режиссер это принцип такой. Ты приезжаешь вот с такой задумкой. Понимаешь, что, блин, главного героя нет. Задумка стала хуже. Потом понимаешь, что остальные артисты не там. Еще хуже. Потом ты понимаешь, что и производственные цеха не исправляются. Еще хуже. В общем, ты выступаешь в такую фитюльку. И кому ты будешь рассказывать, что у тебя была вот такая задумка. А тут все складывается. И он понимает, что все. Он звонит друзьям в Москву и говорит, приезжайте. Вы наконец-то увидите настоящий театр. Вы увидите, что это такое. Друзья приезжают. Он гордый, садится в зал. Открывается занавес. И все совершенно не то. Кто во что гораст. Делают, что хотят. Вообще нет никакого рисунка. Он в панике выбегает за кулисы. Подбегает к артистам. Говорит, ребята, что вы же делаете? Душак, как же так-то? На что-то служебный подходит ему и говорит. Смотри, вот ты когда репетировал. Может, тебе не мешали? Вот это принцип. И вот, бросив, то есть я вытащил театр из ямы, который был необходим по моей задаче. Я понял, что задача выполнена. Мне стало скучно. И я ушел вновь на вольные хлеба. Уехал, вернулся в Москву. Стал заниматься кино. Сначала, громко сказал, кино. Сериалы. А это, я вам скажу, такая муть. В общем, не буду вдаваться в подробности, потому что у нас история совершенно про другое. И вот, и получилось так, что мои друзья попросили провести, сейчас, минуточку внимания, занятие по актерскому мастерству среди бухгалтеров в Москва-Сити. Я спрашиваю, а зачем? Они говорят, ну тебе какая разница? Ты нам должен услугу окажи. Я начинаю с ними работать, но мы к этому чуть-чуть вернемся. То есть я затравочку дал, вы поняли, что я, когда я начал, я надеюсь, сегодня с бухгалтерами, это не последняя моя встреча, я начал с бухгалтеров, чтобы не зафершить бухгалтерами. Так вот, я начну, я вернусь опять к истокам. Я, моя первая профессия, это мим. Сложно в это поверить, глядя на мою фактуру, но я был худ, весел, строен, ну, правда, даже чуть выше, чем сейчас. Это правда. Но потом сиборитство, безудержная любовь к немецкому пиву, вот оно, результат на лицо. Но, когда я был мимом импровизатором, и меня, еще в советские, далекие советские времена, когда Большой театр с трудом ездил за границу, я ездил за границу легко. Меня вывозили, потому что я был импровизатор, и один стапером был очень удобно. То есть мне давали тему, я делал этюд, народ радовался, я не понимал, как я это делаю, потому что я такой церкви приходила, но дело не в этом. Я, когда выезжал за границу, у меня было ощущение, как мы только пресечем границу, там другая природа, другая вода, другое небо, ну все другое. Представьте разочарование, мы пересекаем, все то же самое. Все то же самое, я еду, у меня расстройство дикое, абсолютно, потому что я нафантазировал, железный жанр, за ночь все-таки выезжаю. Но, как только мы приехали на станцию, тут все перевернулось, потому что там люди ходили в ярких цветных одеждах. Мы до сих пор в ярких цветных не ходим, посмотрите друг на друга. Причем объясняя себе, объясняя себе, ну то есть единицы, которые позволяют себе. А мы объясняем себе, что грязное у нас вокруг, все пачкается, много стирать. Нет, на самом деле это ментальная штука. А второе, что самое главное, я вдруг увидел, что мне нет нужды знать язык, потому что люди разговаривают руками, у них иллюстративные жесты очень активны, они помогают себе. И вот коммуникация, она намного быстрее происходит, нежели со словами. И меня это потрясло, потому что я мимо, моя профессия это пластика, тело, то есть вся невербалика, которая существует. Я стал интересоваться этим, интересоваться активно, почему у нас так произошло, а почему у них так. Стало понятно, что все годы советской власти, которые у нас были, нам говорили, не размахивай руками, не выделяйся, сиди скромно, не дергайся, потому что если ты выделяешься, на тебя могли обратить более пристальное внимание, и тем самым ты мог пострадать. И родители бессознательно пытались нас защитить от этого. И из поколения в поколение это происходило, и до сих пор это существует. Мы боимся раскрывать руки, потому что наши руки постепенно-постепенно опустились. Даже наши южные братья, которые вроде по темпераменту и пользуются жестами, но они пользуются ритуальными жестами. Они так же не к нему не сыруют, как и мы, потому что все-таки удалось создать вот эту новую нацию, советский человек. Помните, кто из советского времени был? Никого, понятно. Не попал я с этим примером. Помню, помню. Было такое новое, в котором был советский человек, независимый будет у нас анализа, это советский человек. Это произошло, реально, потому что я после окончания Колумбинского университета, я 15 лет преподавал телевидение, производство любых форматов по Ближнему Востоку и Средней Азии. И вот те испублики Средней Азии, которые входили в состав Советского Союза, мы все очень похожи в этом смысле. Так вот, так блин, Плута, ну, я рассказал до этого о чем? Сказал, запомните. Как вы в Италию приехали? Не в Италию, не было. Но неважно, в общем, суть заключается в следующем. Я стал интересоваться этой темой, почему, и пришел к выводу, что гораздо интереснее преподавать людям, для которых это не является профессией, потому что для всех нормальных людей это является языком коммуникации, который мы не используем. Но так получилось, что вы вкладываете огромное количество усилий для того, чтобы сформулировать внятно фразу, вложить туда очень упакованную, внятную идею. Рассказывайте человеку, он внимательно слушает и вас не понимает. И как так? Я все рассказал, все объяснил, нарисовал, ничего не произошло. Потому что вы рассказывали одно, а ваше тело рассказывало другое. Потому что, если, например, перед сюда выйдет человек и будет рассказывать, что, поймите, очень важно быть свободным человеком. Нужно быть легким, подвижным. Да? Тексты соответствуют тому, что я... Кстати, американцы, первые обратили на это внимание, американцы. В 60-м году были в Америке впервые телевизионные дебаты между Никсоном и Кеннеди. Так вот, в тех штатах, где провели уже телевидение, там выиграл Кеннеди. А там, где шло через кухонные барматальники, там выиграл Никсон. Всех заинтересовало. Причем такой, ну, процент очень большой был. Всех стали написать, почему. Стали разбираться. И поняли, что Никсон, он переболел, у него была какая-то там травма, ноги что ли, серьезно болел. Он сильно похудел. Мало того, как и настоящий мужик, он отказался категорически гримироваться, женщина что ли. На нем костюмчик висел, он был бледный, неуверенный, немощный. Но и тому, и другому политехнологи написали такие страстные, убедительные речи. Другой это и владелец. Но Никсон имел голос с красивыми обертонами. Он управлял тоном, подтекстами, объемами. Знаете, мужчины, вот эта трогательная история о том, что женщины любят ушами, она, конечно, да. Но ошибочка заключается в том, что они уж любят ушами не тех, с которыми говорим. А как мы мурлычим, тихонечко уходи на обертону, немножко на шок, твое. И вот эта музыка речи, она, конечно, завораживает. Девочкам я потом расскажу другое, чем можно брать мужчин. Так вот. И... А Кеннеди, наоборот, у него голос был на несколько тонов выше, а чем выше голос, он менее приятен, менее доверитель. Меня не слышно? Зашумит вот эта штука. Слышно? Не слышно меня, да? Так. Вы меня на одну руку решаете. Хорошо. Я когда разговариваю, размахив руками, мне как-то это легче. Так вот. Итак. Опа, некие, откуда у тебя это взялось? Но Кеннеди... Нет, у меня тут между ними и выскочила. Переживать я начал по этому поводу. Но Кеннеди был красавчик-мужчина, с пошитым, роскошно костюмом, уверенный, молодой, обаятельный. Он тогда запустил первую рекламную кампанию, истоки которой до сих пор у нас видны. Он был харизматичен, красив, обаятелен, энергичен, уверен в себе. Он вставал, садился, произносил пламяную речь, он смотрел только на камеру. А Никсон все время терялся. И получилось, что те, кто видели по телевизору, конечно, дали предпочтение уверенному молодому самцу. А те, кто слышали по радио, его голос раздражал, и поэтому они отдали предпочтение Никсону. Когда разобрали эту систему, вдруг поняли, что этот язык никто не изучает, а он крайне необходимый, он очень сильно влияет на результат коммуникации или обращений. Следующие телевизионные дебаты были 16 лет спустя только. Представляете, 16 лет люди разрабатывали технологию, придумывали. Теперь ни один спикер нигде в капиталистических странах не выходит на спонтанную речь. Всегда вот это ощущение легкости, независимости и свободы, оно приобретено только за счет усиленных тренировок с помощью коучеров, тренеров и всем подобным. Понятно? То есть никогда иностранные спикеры не выходят на площадку неподготовленными. Чем сильно отличаются от нас? Мало того, во всех школах водят измальство, их приучают к публичным выступлениям. Это в нашей стране выход к доске или сюда. Это как бы голгоф, на который ты выходишь и понимаешь, что это место публичного позора на тебя. Знаешь ты урок, не знаешь, ты всегда проигрываешь. Либо перед учителем, либо перед друзьями. Мало того, у себя все постоянно чморят по этому поводу. И еще и педагог куражатся на это будет. А потом в институте и так постоянно. И когда люди выходят сюда, первая проблема, которая сталкивается, которая неразрешима для нас, это мысль о том, что обо мне плохо думают. То есть мы приписываем знания плохо о себе всем, кто сидит в зале. Мало того, мы знаем, что они знают все, что мы знаем про себя плохого. А я на тренинге даю людям записать столбиком то, что знаешь о себе хорошего и то, что знаешь о себе плохого. О себе то, что хорошее, это вот так, а плохого это вот так. То есть мы стесняемся даже себе признаться в своих достоинствах. И поэтому, а вот этот перечень плохого о себе мы приписываем сразу все. Я расстрою вас, о нас никто не думает. Никак. Неплохо, нехорошо, вообще никак. Потому что для того, чтобы подумать о другом человеке, нужно приложить какие-то усилия для этого. Нужен очень серьезный повод. А люди приходят в зал, есть и по желанию, слава Богу, но по большинству случаев по принуждению. Мало того, и по принуждению выступает здесь человек, который становится оратором, потому что его начальник обязан, будешь выступать. И вместо того, чтобы воспринимать это как награду, потому что он становится навсегда, он вещает. Он воспринимает это как наказание. И поэтому по будущей страдает сильно. Потому что его наказали, и он теперь думает, когда бы быстрее его отсюда свалить. И следующая задача у него становится не рассказать то, что он должен рассказать, а как можно быстрее закончить титяцу большинства, и свалить отсюда. И от этого все начинает сводиться к очень серьезному зажиму физическому. Вы начинаете зажиматься. И тут как раз мы плавненько подошли к той теме, которой я занимаюсь. Последнее время активно, объясню почему, но чуть позже, если не забуду. Пожалуйста, увлекаюсь. Тема огромная, времени у меня мало, и я пытаюсь на ходу все это дело сложить в маленькую упаковку. Итак, я занимаюсь языком, которым вы не пользуетесь. По причине того, что большинство вас не знает. Я занимаюсь невербальным языком. И практика показывает, что когда я говорю, что я занимаюсь невербальным языком, большинство меня спрашивает, а что это? Я вам объясню. Вот то, что это у меня там звонит кто-то вдруг проснулся. Невербальный язык это тот язык, который мы передаем несловесно. То есть все, что словесно, это вербально. Все, что несловесно, это невербально. Это не только язык тела, это мимика, это тон, это ритм речи, это высота, это подтекст, это вот это невербальный язык. И причем это 95%. Ну, некоторые считают 97-94, но мне как-то приятнее считать, что это 95% все-таки. 95% это невербальный язык. И всего лишь 5% это словесный, вербальный язык. Представляете? А мы все усиленно занимаемся вербальным языком. Пытаясь рассказывать, объяснять, вталкивать. А на самом деле у нас у каждого у себя в голове свой театр. Для того, чтобы это понять, я вам сейчас скажу. Например, я скажу слово стол. И вот сколько людей здесь сидит, у каждого будет свой стол. Ни одного похожего стола не будет. У кого-то будет деревянный, у кого-то будет стеклянный, у кого-то железный, у кого-то круглый, у кого-то квадратный, у кого-то высокий, у кого-то барный, у кого-то низкий, журнальный. У всех будут разные столы. А я в это время, например, рассказываю, что я взял стакан и поставил на угол стола. А у вас он круглый. И стакан падает. Значит, вам нужно заставить себя трансформировать его до угла. Картинка уже стала дискомфортной для вас, потому что у вас будет комфортный круглый стол. И так все время я вам рассказываю, а вы совершенно другую картинку представляете. Потому что нужно точно попасть в ваше воображение. И вот для этого нужен невербальный язык. потому что это должно быть конкурентно с тем, что вы говорите. И так я вам покажу пример-пример. Я сказал, что 5% это верболик. Так вот, 5%. Смотрите, я то опять сделал маленьким, уничижительным и неприятным. Во-первых, голосом я подал, что пить такой маленькой цифренькой. Еще и руками он помирал, что какая-то фигня ненормальная. А вот мой приятель в 90-е годы, он был посредником между норильским никелем и Лондоном. Редкоземельные металлы приносили большой доход в то время. И он получал свои 5% и безбедно живут. Смотрите, в этом случае слово 5% оно огромное, весомое и значимое. Чувствуете, как играет невербалик? Или, например, вы читаете строчку. Самая популярная газета 90-х годов была комок издательского Дома Ремпири. Оно у вас ничего не вызывает. Ни образы, ни отношения, ничего. Теперь я добавлю часть невербалики, я сделаю это интонационное, поиграем. Самой популярной газетой 90-х годов была газета комок издательского Дома Ремпири. Смотрите, уже все заигралось совершенно по-другому. Появился смысл, появилась какая-то игра, а теперь я дам еще больше. Я добавлю жесты. Самой популярной газетой 90-х годов была газета комок издательского Дома Ремпири. и все начинает увеличиваться. Вот это и есть невербаль. Но плюс еще, а это все я еще раз говорю, почему это необходимо? Для того, чтобы донести свою мысль и попасть на образы вашего собеседника. Так вот, вернемся к той истории, которую рассказывал про бухгалтеров Москва-Сити. мы дружно проводим две недели занятий уже и подходит ко мне девушка и говорит спасибо большое, так интересно, весело, такой релакс после рабочего дня, все хорошо, только я не понимаю, зачем мне это. Я говорю, не поверите, я сам не понимаю, зачем вам это. Но меня попросили, я честно исполняю то, что у меня попросили. Она говорит, ну может быть как-то пообсуждаем, может быть где-то найдем точки соприкосновения. Я говорю, у вас есть какая-нибудь проблема? Она говорит, у меня начальник сволочь. Понятно. Она у многих, она говорит, нет, он реальный сволочь, потому что я работаю в пафосном месте, у меня роскошный коллектив, у меня отличная зарплата, мне вытравит все, кроме одного. Начальник каждое утро вызывает меня в кабинет и выливает на меня помоев ушат. Я, значит, переживаю, плачу, потом, когда он выходит, сам стою, и я не понимаю за что, и что мне делать дальше, потому что я уже дохожу до нервного срыва, и я чувствую, что мне придется уволиться только по этим причинам. Я говорю, хорошо, давай будем разбирать эту ситуацию, но в твоем воображении, в его воображении, поиграем хотя бы в это. Я говорю, кто студится в этот момент, когда он норет? Я говорю, нет. Ты стоишь за жизнью и обтекаешь, и страдаешь о горе с твоей судьбе, о справедливости этого мира, о том, какая сволочь этот человек, какая замечательная пушистая ты. То есть, ты по этому поводу думаешь? Ну да. Я говорю, у тебя просто мышцы зажаты, и ты стоишь и ничего не делаешь. Но устаешь страшно, потому что мышцы зажаты. А у него происходит трудовой процесс. Он работает диафрагмой, он вращает глазами, он гоняет кровь туда-сюда, у него гипервентиляция легких кровь сходит. И он давит тебя, он старается. То есть, он трудится. Поэтому ты можешь в этот момент отключиться, посмотреть ему в глаза и подумать. Вот плюнуло бы тебе в глаз, что ты делал? Ну как бы, ну, он там моргать бы начал, потом, конечно, бы орать бы начал, но вот этот момент, за что, как-то? Неожиданно. Она посмеялась, ну, конечно, и дальше ждет. Я говорю, нет, все, на этом все, представь это, все поменяется. Она говорит, ну, глупость какая-то, распредит, ну, никто не знает, не знает же, ну, процесс такой живут. Он орет. Ты успокойся, на, я не смогу успокоиться. Говорю, хорошо, начинай считать. До пяти считай, расслабь икры, до пяти бедра, до пяти ягодицы, до пяти брюшные мышцы спины, до пяти спинные мышцы спины. В общем, так поднимаешься до лица, все мышцы расслабляют. И на лице 20 групп мышц находишь, и каждую группу мышц до пяти расслабляешь. Потом, смотришь ему в глаза, и в воображении плюешь ему туда. Ну, она пожаловала к чайной, да попробуй, тебя же никто не накажет, никто не побьет, но попытка же не пытка. Мы закончили в пятницу, следующее занятие было во вторник, я смотрю, поток в Москва-сети идем, и она там, выкрыгивает, ищет меня, я понимаю, уволили. Подхожу, говорю, все, кирдык? Она, да нет. Я говорю, стоп, в группе расскажешь. Приходим в группу, она рассказывает. Ну, вызвал, орет на меня. Я говорю, вспоминаю вас, начинаю считать. Считаю, напрягаюсь, переживаю, злюсь на вас, что вы меня заставили эту глупость сделать, не понимаю, зачем я это делаю, считаю дальше, перечисляю, я говорю, дошла до лица, и не понимаю, где эти 20 мышц. Я их не знаю. Я говорю, начинаю психовать на вас, потому что я проклинаю, и, честно говоря, я вас материла про себя, потому что я влезла в эту глупость, выполняю эту фигню, эти мышцы где-то еще, этот сволочий, вот, вы меня заставили, в общем, полный рассказ наш мысли. В общем, она нашла эти 20 мышц, и со злобиной, которая уже и ко мне, и к нему, она как представила эту фигню, как она ему в глаз пьет, и говорит, меня как он взял, я говорю, понимаешь, что я удержаться не могу, я ржачь разбираю, и понимаешь, что я не могу ржать, меня уволят. Я, говорит, сдерживаюсь, а он так раз-раз-раз обороты стал снимать, и все, свободно. Я, говорит, ушла, прожала, пришла, настроение отличное, в день удался. Он, говорит, в обед еще шел, не дойдя до меня развернуться, и ушел. Больше сих пор не подходит. Что произошло? Я, говорю, все очень просто. Раньше ты переживала, как кролик, смотрела на удава, и он видел, какая ты зажатая, и вдруг в твоих глазах появились бессиняты, и он понимает, что что-то не так. Поэтому-то есть невербаривание, потому что он понимает, что что-то с ней произошло, они понимают, почему, и первое, чем мы начинаем, потому что наше негативное воображение, оно работает гораздо быстрее и результативнее, чем позитивное. Потому что страшное мы сразу представляем, и все ужасы мы тут же видим очень конкретное. А для того, чтобы что-то позитивное, нам приходится трудиться, представлять. И вот, соответственно, у человека раз, и замкнуло. Соответственно, что-то он сделал не так. Либо у него там козявка на носу, либо чайинка на зубе, либо швейнка расстегнута. Ну, мало ли, какие беды с мужиком могут произойти до беды. И он понимает, что она это видит, он нет. Соответственно, он закрылся, ее выгнал, осмотрел наверняка себя, ничего не ношу, но понял, что она обладательница тайного знания о нем. И теперь, ну, черт, он теперь боится к ней наверняка подходить, потому что он думает, что она плохо о нем думает. То есть она его не боится, потому что он для нее стал клоуном. А клоун, конечно, самое страшное. Я помню только эту историю, когда в 90-х было огромное количество выборов, мне такие были яркие. На некоторых выборах я работал. Я помню, что в одном из регионов какой-то местный бандит подал телекомпанию, ну, там какое-то количество времени необходимо показать рекламные ролики. Он принуждал компанию это сделать, телевизионную. А директор оказался смелым и отказался. Тогда бандит пошел по закону в суд. Суд обязал телекомпанию там 15 минут эфирного времени предоставить для прокрутки этих роликов рекламных, ну, бесплатно. Тогда директор компании правильно сделает ну, рассказан ему 15 минут. Он взял 15 минут, один и тот же ролик поставил. Представляете, один и тот же ролик идет 15 минут. Ролик 30 секунд. Сколько роликов? То есть через 5 минут этот депутат стал клоуном. Все ржали, он больше по городу нормально ходить не мог. а все по закону, как сказано. Итак, я вам привел 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 пример о том, как работает невербаник. Вот мне бы стул. Можно я вам покажу? У меня был клиент, очень высокопоставленный человек, очень влиятельный и очень суровый. Но он, спасибо, он ботаник. Конкретный ботаник, он всю жизнь случился на отлично, он там школу золотой медали заплатил, потом университет, красный диплом, потом академия, на отлично. В общем, большой молодец. И все знания, которые он имеет, он их приобрет. Задница, пятая точка. И соответственно, у него поза ботаника. И он говорит, у меня проблемы. Мне приходится огромное количество времени потратить на то, чтобы убедить своего собеседника, что со мной не надо так, что я человек опасный и серьезный. потому что они долго относятся ко мне несерьезно. И он говорит, я точно заниматься не буду, мне никогда. Запоминать я тоже не буду особо, чего покажите мне что-нибудь такое совсем простенькое, на что бы оно работало. Я подумал, если бы не поменял, можно кто-нибудь подержит, я сейчас покажу вам пластически, что поменяли. То есть, сидел он вот так. Вы многих видите, как сидят так люди. А я ему сделал так. Понятно, да? И все, ваше воображение все поменялось, все стало другим. На самом деле, все вы владеете этим языком. Другой разговор, что вы себе не позволяете, потому что вам кажется, что это чрезмерно, что вы выглядите нелепо, и поэтому пытайтесь этим не заниматься. У меня даже телевизионный ведущий, которых я обучаю, очень забавно, я в кадре объясняю, почему ты сидишь, как кол проглотил. Он говорит, ну я не могу размахивать руками, как вы заставляете, потому что я выпадаю за край кадра. Я говорю, да? А тебя на половину уже обрезали, ничего? То есть, тебя нет. А ты боишься, что у тебя руки будут? На самом деле, они слышали звон, но не знают, откуда он. Потому что в свое время в средний, в средний век, в 90-е годы, в 70-80-е, была система Секан. И там была строчная разверстка. И когда ты рукой проводил, ушло стробирование. Что теперь цифровые технологии у тебя ничего не стробить никуда. Можешь махать, сколько забыл рассудиться. Но страх, оправданный вот этой трогательной историей, он остался. И поэтому с вами, силу того, что у нас сегодня большой сюрприз для вас, это не моя лекция, а продолжение. Поэтому я так для разминки здесь с вами, для того, чтобы вас развлечить, для того, чтобы вы начали себе позволять. И вы позволили куражиться и веселиться, для того, чтобы вы позволили получать удовольствие от собственной выразительности. Потому что этот язык крайне необходим для коммуникации, для того, чтобы вас понимали хорошо, чтобы вы видели, что человек на самом деле в этот момент чувствует. Потому что мы, конечно, можем вербально отредактировать текст для того, чтобы то, что мы врем или там-то переживаем, чтобы это не чувствовалось, и там усилием воли заставить себя не проявлять. Но тело наше рассказывает очень сильно и очень о многом. Например, вы сидите сейчас здесь, и ваше тело, у вас все только что бессознательно, вы понимаете, что все внимание находится здесь, и клоун главный здесь, вы расслабляетесь, и ваше тело начинает рассказывать у вас очень многое. На самом деле, я думаю, что вы сейчас чувствуете, что вы думаете на будущее. Не поверите, но это так и есть. У меня одна из самых больших развлекалок во время занятий. Я прошу людей сесть в уверенную позу. Вот сядьте в уверенную позу. Как вы понимаете, что вот вы сидите, и все в поле зашли. О, человек уверенный в себе. Сядьте. Ну, попробуйте. Попробуйте просто понять, что это такое. Сядьте в уверенную позу. То есть... Ну, я так понимаю, все сели в уверенную позу. Можно кого-нибудь одного? Мне сюда. А вот, молодой человек, который в микрофоне. Дмитрий. Дмитрий? Есть? Нет, 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 нет. Нет. Как раз вы посмотрите, кто уверенно сидит. Там и там. Представляете, Дмитрий ищет, а вы все уверенно сидите. А вы для себя определили, что вы сидите уверенно. Представляете, насколько мы не управляем этим процессом, насколько мы ошибаемся. А я для чего вам толкаю такой большой спич? Для того, чтобы вы поняли, что этот язык существует. Он очень важен. И вам нужно на это обратить внимание. Конечно, для того, чтобы вы начали им пользоваться серьезно и начали им управлять, для этого нужно заниматься у меня. Потому что я действительно разработал эту технологию. Я являюсь действительно в этой области, наверное, уникальным специалистом. Потому что я работал с артистами в телевидении, в театре, в кино, в пантомиме. И я владею теми школами, которые мало кто владеет. У меня там шесть в одном. Я лучше, чем Халдышо. Поэтому. Но через теорию, очень удивительная вещь. Я тут недавно в университете читал лекцию, на что молодой человек сказал мне, лучший студент. Он сказал, ну, здорово, нам было интересно. Вот вы нам все рассказали. А теперь что вы будете делать? Мы теперь все знаем. А дальше-то что? Так вот, через лекцию ничего не изменится. От того, что вы поняли, что это есть. Я вам расскажу там кучу примеров, как это можно делать, например. То вряд ли это вы сможете сделать, потому что ваша природа, она против этого. Нельзя научить человеку жестов. Например, если вы стоите вот так, то старайтесь не делать этот жест. Никогда. Во-первых, он неприличный. Потому что это была шутка одного из известных людей, который рассказал всем, что это вот дает состояние уверенности, спокойствия. И вы вроде как интеллигентный человек стоите. Это неприличный жест, потому что он, когда опускается, он выглядит не очень прилично. Особенно, когда вы сидите. Так вот, но самое страшное в этом даже не и притча его. А как только вы складываете его так в руки, сразу становится понятно, что вы чувствуете себя неуверенно, что вы хотите показаться умным. То есть вы понимаете, что жест искусственный. А жест должен быть, это, кстати, одно из самых сильных выразительных средств для вас, он должен быть рожден от вас. То есть он должен быть вашим. Потому что если я вам покажу свои жесты, они могут быть для вас убедительными, вы захотите их приобрести, не за деньги, а просто перенять, то они будут чужими, моими. И ваше тело будет очень сильно этому сопротивляться. Из-за того, что оно противоестественное для вас, вы будете еще более нелепо выглядеть, если вы просто опустите руки. Кстати, самая естественная поза для человека – это опустить руки вниз. Если не знаете, куда их деть, просто опустите их вдоль тела. И будете выглядеть исключительно хорошо. Поверьте мне, это вам кажется, что это что за нелепая поза? Ну скажите, вы... Ну я как-то выгляжу нелепо, опустив руки. Нет же? Но чем хорошо опущенные вниз руки, тем, что любой маленький жест, который вы захотите сделать, он будет длинным. Потому что вы его все равно принесете сюда. То есть вы... Ну вот, я хочу вам сказать, а как мы действуем? Руки складываются сюда, и ваш жест становится коротким. Вы выскочили, зашли. Вы выскочили, зашли. Вы чувствуете себя неудобно. Либо, как мне, большинство людей, они начинают рубить. Я хочу вам сказать, что каждое важное слово, которое мы произносим, каждый должен запомнить. И получается вот такая многоударность. Соответственно, от нашего тела все остальное начинает работать. Ваши слова начинают так формулироваться. Вы начинаете... А все у того, что в предложении должно быть одно ударное слово, которое основное... Видите, я сейчас выделил слово, оно стало громким. А если каждое слово выделять, я начинаю подниматься на том выше. И получается, я с вами бессознательно скандалю. Ну, то есть, я не скандалю, но вы ощущаете, что на вас активно кто-то наезжает. Убеждает. А человек вообще в этот момент ничего плохого не имел в виду. Вы, соответственно, начинаете тоже. Что тоже увеличивает. И так постепенно, постепенно вы поменяете интонацию и поменяете отношения друг к другу. Кстати, хочу вам подарить подарок. Если вы хотите остановить человека, который старше вас по статусу, или взрослее по возрасту, наоборот, слова перепутал, но вы поняли. Так вот, если вы понимаете, что вы не можете ему сказать замолчи мне некогда, я бегу и опаздываю, но вы не можете это сказать, есть прием, который работает эффективно и 100%. Если у вас человек стоит, вы внимательно смотрите ему в рот. Внимательно. То есть не смысл его так разглядывать, а просто внимательно. Как будто вы срываете каждое слово с его губ. Вам настолько интересно. От этого человек будет испытывать дискомфорт, застенчивость. Он начнет прикрывать верхней губой передние зубы. А разговаривать так неудобно. И он замолчит. Хотите проверить? Кто-нибудь выйдите сюда? Я вам просто покажу, как это работает. Боитесь? Дмитрий. Нет, ну что ж мы его уже попробовали? Но вы можете дома попробовать со своими близкими. Ну, например, у мужчин говорящих, говорливая жена. Она много-много говорит. Теща. Теща. Вот подойдите ей, смотрите в рот. Просто любопытствуя, что же она говорит. И она закроется. У меня, правда, была одна девочка в группе. Она такая бизнесмен, рекламщица. Высокая, эффектная, длинноногая, жнагрудая. И она знает, как влияет на мужчину. И у нее, главное, все подчиненные, мужики. И она там нашла язык, как с ними разговаривать классически. И она приходит на следующее занятие и говорит, не, не работает эта фигня, Андрей Анатольевич. Я почувствовал неладное. Я говорю, как не работает? Покажи, как ты смотришь. Шансов не было у человека. Ему нужно говорить. У него есть как раз зона, когда он может пообщаться. Давайте мы с вами сыграем. Попробуй, насколько вы способны вдруг перешагнуть вот этот барьер. Перешагните его. Попробуйте. Слово важное. Позвольте себе. Позвольте себе побаловаться. Просто побалуйтесь сейчас, для того, чтобы мы поняли, насколько вы владеете языком. А вы владеете им все. Просто не пользуйтесь. Я сейчас буду произносить текст. Вы его повторяете. Просто повторяете. Потом я снова его повторю, но уже с другой задачей. Три раза повторю текст, и три раза вы его повторяете. Хорошо? Значит, сначала мы ничего не делаем. Никаких интонаций. Просто повторяем текст за мной. Я буду от имени женщины говорить, потому что девушек больше, но мужчины, это именно мужчин. Говорите. Я решила приготовить борщ. Я решила приготовить борщ. Говорите, говорите, не пережидайте. Если не попробуете, не поймете. Взяла большую кастрюлю. Поставила в раковину. Набрала полную кастрюлю воды. Поставила на плитку. Включила сильный огонь. Взяла капусту. Взяла капусту. Пошинковала ее. Еще раз мелко-мелко пошинковала. Бросила в кастрюлю. Взяла картошку. Почистила. Порезала. Бросила в кастрюлю. Бросила в кастрюлю. Взяла в горсть соль. Бросила в кастрюлю. Бросила в кастрюлю. И щедро посыпала. Щедро посыпала. Щедро посыпала. Кастрюлю. Отлично. Теперь вы делаете то же самое, только не произнося ни одного слова. Жестами. Жестами, мимикой, вемами. Но слова не произносите. Я говорю текст, а вы этот твой текст иллюстрируйте своей пластикой. Хорошо? Начинаем. А вы иллюстрирую и показываете. Вот так нет, нет. Или то, или другое. Потому что, если вы не показываете, но иллюстрируете, я как это увижу? С таким голосом, без голоса. Голос у него фантастический. Я его... Я просто обалден. Вот каким голосом нужно работать с девочками. Девочки, кстати, по поводу вашего воздействия на мужчину. Руки – это одна из самых сильных манипуляторов чеческим вниманием. И так, например, Матахари. А, да, мне надо сюда говорить. Матахари, она не была красивой женщиной. Она, мало того, не была интересной фактурой. У нее были красивые ноги, красивые вниз. И она это огоняла. А верх у нее был никакой, она поэтому это скрывала. Но понимаешь, что этого недостаточно. Это привлекает внимание ненадолго. То есть рассмотрел, дальше что? А для того, чтобы манипулировать вниманием и притягивать магнитом мужчин к себе, чтобы они сходили с ума, она стала изучать восточные танцы именно танцы руками. Так вот, тут, девочки, есть секрет. И чем больше вы будете обращать свои руки с запястьями к мужчинам, а это самая незащищенная зона, а мужчины чувствуют дружу себя героем и с чувством превосходства, и когда вы ему показываете запястье, он начинает расслабляться очень сильно. А если вы начнете еще водить круговые движения, мягкие, круговые, плавные, мужчина теряет волю. И что самое удивительное, неважно, какой у фактуры внешности, мозг вынести мужчине плавными движениями можно на раз. А если вы еще на руки повесите по брикушке, которые постоянно бричат, и вы их поднимаете то так, то так, мужчина вообще теряет волю. Поверьте мне, это так. Матахари на этом, собственно, карьеру и сделает. Потому что наше воображение, оно работает по-разному, как и наш мозг. Женщины и мужчины, мы с вами инопланетяне, в принципе инопланетяне, потому что, например, у мужчин зрение, знаете, как устроено? Для того, чтобы понять, как мужчина смотрит, ну вот, например, вы женщине своему мужу там или другу говорите, подай просто ключи на столике лежат. Он обыскал, все не нашел. Он там масло в холодильнике достанет, в дверке лежит. Он всю дверку смотрел, не нашел. И все женщины думают, что мужчина сволочи, издевается. Поверьте мне, ничего подобного. Просто для того, чтобы понять, как мужчина смотрит, газетку сверните, вот так трубкой, не смотрите. Он просто в фокус не попал. Ну не попало в фокус, и до свидания. Поэтому учитывайте это. Он не издевается над вами. Он реально не видит. Ну и, кстати, и вам, девочки, большой совет еще один. В рассказах, которые вы рассказываете мужчинам, учитывайте тоже мужскую особенность. Потому что, как рассказывает женщина, в силу того, что у вас зрение другое, у нас вот такое, и мы запоминаем немного, у вас зрение очень большим углом идет. И вы снимаете всю информацию, которая находится. Например, если вы войдете в компанию, любая женщина скажет, кто с кем в каких отношениях, тут же. Ну кто жена, кто не жена, кто-то в паре. Мужчина весь вечер войдет, там никогда не приедет. Мужчина, что он у намеков, не понимает, что этого не видит. Потому что, если в 12 часов ночи в баре к девушке подойдет мужчина и скажет, как пойти до библиотеки Ленина, она точно знает, что он подкатывает. А если девушка подойдет к мужчине в 12 часов ночи и спросит, где это, в библиотеке Ленина, он ей расскажет. Потому что у него точное основание того, что он знает. Жан, едет, чего-то там, может, третий, может, еще чего-то. Так вот, девочки, в силу того, что вы считываете огромное количество информации, вам все очень важно. Из этого всего складывается история. И поэтому, прежде чем историю рассказать, вы вводите в ситуацию предлагаемое обстоятельство, в атмосферу. То есть все это создает ощущения и чувства. А потом только вы переходите к истории. Так вот, для мужского внимания это катастрофа. Ну, например, для того, чтобы вы поняли, как вы рассказываете историю. Ну, например, там на площадке, там Клава на площадке, удивительно, замуж вышла за Петю на площадке. Вся история. Как вы рассказываете? Ты знаешь нашу Клаву, который на площадке? Ну, помнишь, которая еще в прошлый месяц приехала? Она жила в деревне, у них еще там, они синюшки нам привозили как-то там, да. И Петю, главное, там она встретила в деревне, когда мы еще ездили на картошку, у них садили. Ну, вот. И вы рассказываете всю эту историю, предысторию, которая существует. Мужчина ломнулся в эту сторону, в историю, нет, не та история, в другую, опять не та, в третье не та. И, в общем, он заплутал. И в конечном итоге, когда вы пришли к истории, он уже утомился, у него уже общительство. Поэтому, девочки, расскажите сначала сутискую, а потом уже красивости все эти, наверное, наворачивайтесь дальше и украшайте. Потому что иначе вы не добьетесь результата. Как, собственно говоря, и намеков мужчине не делаете. Потому что ни один мужчина намеки не понимает. То есть, если вам нужна ошибка, скажите прямо, что нужна ошибка. А не рассказывайте, что вот, ваши подружки, муж, вдруг, какие-то неожиданные премии, подарили, из того или сего. Она так ему была благодарна, бестолку, говорите прямо. Итак, продолжим нашу игру. Я текст произношу, а вы мне иллюстрируйте это руками. Я решила приготовить борщ. Взяла большую кастрюлю. Поставила в раковину. Налила полную кастрюлю воды. Взяла кастрюлю. Поставила ее на плитку. Включила сильный огонь. Сильный. Сильный. Взяла капусту. Мелко пошинковала ее. И бросила в кастрюлю. Взяла картошку. Почистила. Порезала. Бросила в кастрюлю. Взяла горсть соли. И щедро посыпала в кастрюлю. Отлично. Теперь, теперь делаем все то же самое. Только вы говорите и делаете. Но говорите не просто, а соблюдая ту интонацию, которую подаю вам. Я. Хорошо? Смотрите, слушайте и повторяйте. Я решила приготовить борщ. Взяла кастрюлю. Взяла кастрюлю. Большую кастрюлю. Большую кастрюлю. Поставила в раковину. Поставила в раковину. И зажгла с чьими огнями. Зажгла с чьими огнями. Взяла капусту. Нагадая пошинковала. Бросила в кастрюлю. Взяла картошку. Загадая пошинковала. Почистила. С конкурентом должно быть. Я это назову дал. Почистила. Почистила. Порезала. Порезала. И бросила в кастрюлю. Порезала. Взяла горсть соли. Горсть соли. И обильно посыпала. Вот смотрите. Три раза вы показали. Третий плещ. Смотрите, как все три раза у вас менялось все. Насколько по-разному звучит один и тот же текст. Когда вы его показываете, когда вы его разыгрываете, или когда вы его просто говорите. Так много наше тело значит, что у нас даже нос один. Знаете, как много значит? От носа очень много зависит. В кукольном театре куклы не смотрят глазами. Потому что они у них не подвижны. Для того, чтобы было понятно, куда смотрит кукла, она смотрит носом. Вот, например, вот это нос у меня. Понятно? На кого он смотрит? Понятно? Вот то же самое здесь. Например, для того, чтобы вам показать, как работает нос, я вам покажу два примера. Один точный пример, чтобы не углубляться. Два деления вверх, их несколько делений, там 4 и 5, а мы используем два, широко, широким мазком. И два деления вниз. Смотрите, я не меняю ни тон, ни отношения, но поднимаю нос на одно деление вверх. И начинаю с вами разговаривать вот так. Ощущение от меня меняется? Да. А теперь я еще на одно деление вверх по нему. И буду с вами разговаривать. Ведь ничего не изменилось. Ни тон, ни текст. А ощущения от меня поменялись. Ставили? Или, например, я опущу на одно деление вниз. И буду с вами разговаривать вот так. Тоже меняется ощущение, да? А теперь я вот так еще посмотрю. И что? И что? Огромные личные нюансы. Например, то есть можно посмотреть так и так. Я сказал, что только один нос. Или руки, например. Как можно манипулировать руками? Внимание. Я вам сделаю сейчас три предложения. Руками. Важно, чтобы вы просто по ощущениям это попытались поймать. В чем разница в ощущениях? Хорошо? То есть я буду трижды одно и то же предложение делать. Но вы попытаетесь поймать ощущение, как работают руки. Можно? Сейчас мы сделаем так. Значит, ваша группа, вы подниметесь и перейдете на эту сторону. Хорошо? А ваша группа встанет и перейдет вот сюда. Хорошо? Ну? Можешь брать с собой? Да? Стоп. Секундочку. Немножко переиграем. Сейчас вы подниметесь и перейдете сюда. А вы сядете на их место. Хорошо? Нет. Хорошо, ладно. Тогда мы по-другому сделаем. Вы перейдете вот сюда, а вы перейдете туда. Только все. Давайте, давайте, собирайтесь туда. Что в ощущениях? Какое? Протест. В первый раз. Вы даже не спрашивали, на кой вам это нужно. Вы готовы были перейти. И продержи его так чуть больше руки, вы бы пошли. Во второй раз. Вы объясняете себе, что ну раз в первый раз не дали, значит во второй что ходить. Нет. На самом деле во второй раз не пошли, потому что я вами начал уже управлять. В первый раз я вам предложил. У меня нет ничего скрытого. А здесь я начал вами управлять. Манипулировать вами. И у вас внутренне возник тормоз на это тело. А вот здесь уже стопроцентный протест и возмущение. Когда я вам стал указывать. Идите туда, куда я сказал. Понятно? Как? Так. О чем это я? Давайте мы пока тут с ним пересекли. Хорошо. Уже. Я просто предыдущую мысль потерял. Ну ладно, бог с ней. Сейчас сколько я уже ваяю? Еще пять минут. Тогда давайте сделаем так. Мы дальше будем с вами играть. Я вас размял для того, чтобы вы вышли уже в игровую среду, которую мы с Сергеем будем вам устраивать. А сейчас я бы хотел, чтобы вы мне вопросы позадавали. Для того, чтобы я понял, насколько вы внимательно меня слушали и возникли ли у вас по этому поводу вопросы. Что-то комфортно. Какая зона у тебя мозга. Комфортно? Комфортно это линия горизонта. Линия горизонта, либо чуть-чуть, чуть-чуть выше горизонта. Потому что тогда вы даете ощущение, что у вас лицо открытое, и вы готовы воспринимать все что угодно. И вы, в принципе, готовы двигаться вперед. Только чуть-чуть. Чуть-чуть выше уровня. Потому что, когда вы в коммуникации находитесь, человек считывает бессознательно то, что с вами происходит. Кстати, по поводу того, что входить в зону не входить. Она самая комфортная. Стойте в зоне человека, она не ближе вытянутой руки. Для того, чтобы не входить ни в коем случае в зону его комфорта. Потому что это зона, которая должна определяться рукопожатием. Кстати, рукопожатием девушки. Большинство девушек не знает, подавать мужчинам руку или не подавать. От вас зависит, помните, рукопожатие зависит от женщины. Если вы хотите, чтобы вам пожали руку, подавайте. Не хотите, не подавайте. Если мужчина вдруг тянет руку, от вашей оценки, от вашего желания зависит. Я женщина? Или, ну ладно. Только единственное, что несуйте холодных четыре сосиски, чтобы он там, ну на, подержись. Нет, чуть-чуть прижмите и ни в коем случае с мужчиной не боритесь, он победит. Потому что если вы начнете бороться. Но если вам вдруг захотелось, чтобы вам руку поцеловали, точно знайте, какому мужчине давать. Потому что есть мужчины, которые категорически не смогут этого сделать. А вы ему руку даете. Мало того, когда вы даете руку на пожатие, это вот так. Вертикально. Потому что если вы даете вот так, мужчина теряется. То ли целовать ее, то ли жать. Что вы имели в виду? Ну, собственно говоря, это и происходит, потому что вы и сами еще не определились. То ли поцеловать, то ли пожать. Дальше, когда вы руку все-таки решите дать мужчине на поцелуй, не надо ему в лицо его тыщить. И не надо его в согбенная позу, чтобы он там склонился в трик погибели. И вам... И мало того, не суйте эту руку. Она должна вас спорхнуть слегка. И именно на то расстояние, что если когда мужчина будет селать, чтобы вы могли его поговорить. Ну, не гладить. А просто это расстояние должно быть вот таким, понятно? Только точно помните, не гладьте. Потому что в рукопожатии очень интересная штука. Но на рукопожатии политики очень многое играют. Потому что в рукопожатии вещь такая... Можно вас? Дмитрий. Дмитрий. Пойдемте. Подсмотрите. Вообще всегда становитесь в позицию сверху, но не значит, что вот когда люди здороваются. Некоторые мужчины здороваются вот так. То есть они пытаются доминировать. И вы, например, не хотите... То есть можно выровнять, и начинается борьба на навеских пальчиков. Можно, можно, если вы понимаете, что не хотите конфликтовать, из этой ситуации можно выйти таким образом. Ну, например, Дмитрий меня победил. Спасибо. А вот, а смотрите, дальше. Да, сюда, хорошо. Сверху, сверху. Тогда следующий этап. И таким образом... Кто дальше? Буш сразу проходил это... Сразу все выбрасывал. Младший Буш. Он шел тело так. А Ельцин был уникален тем, что он входил уже в историю вот так. И у человека не оставалось ничего, как дать руку вот так. Так. Брежнев, да, кто же там? Входил лично, я просто насиловал. Итак, вопросы. История про политику. Вы сказали, что ни один политик не выходит, пока не пройдет тренинг. Какое время требуется на то, чтобы начать себя ставить? Как политик? Ну, как долго и больше? По-разному. Но это системная штука. Входя в обучение, они ей занимаются постоянно. Есть такой Тони Блэр, бывший премьер-министр Англии. Удивительный человек. Это самый потрясающий спикер всех времен и народов. Который до сих пор самый дорогой спикер в мире. Он стоит 600 тысяч долларов 45-пинутное выступление. И его покупают. Это самый молодой премьер-министр Англии, который, то есть, моложе его еще не было. Мало того, он отсидел почти 4 срока. Если бы, например, на посту премьер-министра. 4 срока, потому что он бы все их отсидел, но война с Ираком лишила его, вместо того, он сам ушел. Но удивительно было другое. Все это время нация его благополучно презирала. Его считали маленьким сынком, подкаблучником, тюти-мой-тюти. Стебались по нему очень все. Но выбирали каждый раз. Потому что этот детка был потрясающим. У него были неологизмы в жестах. Он придумывал жесты, которые исключают один другого. Ну, например, запрещено, но в большинстве случаев считается не очень пристойным и не очень результативным указующий перс. Когда ты принуждаешь людей к своей позиции. Или ультимативно режущий жест. А они очень выразительны. И тот и другой. И они очень результативны. Но считается не очень хорошо. Что он сделал? Он придумал новый жест. Вот так вот. Видите, что вы делаете? Вот так, не сидите. Он придумал вот так. И я вам говорю. Совместил одно и другое. И оно стало результативным. Так вот. Ну, это природное. Это дар природный. Второй природный дар был у Билла Клинтона. Который по уровню такой же, как он. Потому что, ну, плюс к тому же, если, если Тони Блэр, он спикер, по сути, по своей, то, вот этот господи, Билл Клинтон, он актер по природе. Потому что у меня есть видео, когда я на лекциях показываю, часто использую видео. И там видно, как он слезу пускает в нужных местах. Когда она, причем он как актер, он ее пускает прямо так, горючую. Это у меня есть видео, когда на похоронах коллеги по партии, они идут, а все у того, что в похороне телевизионщиков оттащили далеко, и они их никак не могли снять. И Билл Клинтон идет, и какую-то байку левизор тратит своему партнеру. И ржут оба. И вдруг тот край в глаз заметит, что камера может снимать. И он ржал, и вдруг заплакал. Причем это видно, это откровенно. Это природный дар. Все остальные, это люди тренированные. Ну, например, Обама. Это фантастически тренированный чувак, которого тренировали с детства. В школе у них есть куча предметов на эту тему. Потом в обязательно. В колледже у них есть. Мало того, в высших заведениях по-нашему. Это обязательный предмет, как социальная психология. В обязательно. Я могу прогуливать что угодно, но если я не приду на социальную психологию, меня очень сильно накажут. Ну, потому что там обучают, как себя успокаивать, как себя обманывать. Даже тело может себя обманывать. Если вы, например, сильно нервничаете каким-то выступлением, нужно сесть в позу максимально расслабленную. То есть максимально расслабленную. Ну, не лечь, а сесть в максимально расслабленную позу. Через 3 минуты, нужно посидеть 3-4 минуты. Через 3 минуты ваш организм начинает успокаиваться. Как бы вам страшно ни было, как бы вы переживаете, тело начнет обманываться. Или, например, улыбка, которой в обязательном порядке вы должны в течение дня минимум 20 раз улыбаться. Это обязательно для того, чтобы ваш организм все время приобретал дополнительные положительные эмоции, которых не существует. То есть воля-неволя, которая, когда вы улыбаетесь, заставляет себя даже искусственно это делать, так устроит наш организм, что он начинает обманываться и находить причины улыбаться. То есть у вас поднимается градус положительного отношения и все, и у вас облегчается жизнь в этом дне. Так, все. — Тоже про политику. Вот Меркель всегда сидит, как Дима, и стоит. Именно с таким же... Нет, сейчас секунду. В интернете есть очень смешной ролик, где она там в костюмах всех цветов радуги, и она все время стоит там. Она не учится или это уже какой-то антижест специальный? Но я не знаю, в связи с чем связано у нее, ну откуда это, но на самом деле в свое время, в свое время, это пошло с 60-х годов, куча непристойных жестов, которые были в обиходе. То это жест сексуального призыва. То есть когда вот опускаешь, вот, вот, вот. Со стороны, понятно? — Извините, ты сегодня привет. — Да, Дим, Дим, прости, пожалуйста. Ну просто ты сейчас сидел. — Вот тоже о политике. Все говорят о Сталине, что у него какая-то была уникальная энергетика. И вот как раз та самая знаменитая история, когда он зашел в комнату, и все договорились не ставаться в Сталину. Что можете об этом сказать? — Ну, как вам это было? — Это немножко другое. Дело в том, что здесь энергетика. Это вещь такая. Знаете, дедушка Ленин, когда выступал на броневиках или на заводах, все аппараты тогда и машины работали на сжатом воздухе. Ну, то есть пару гнали, и все инструменты работали. А представьте, там через какие клапаны все это свистело. Какой звук был. И вряд ли его слышали дальше третьего ряда, потому что никаких усиливающих оборудований никакого не было. Но его вроде бы как слышали, но не слышали, а заводились от его энергии, которую он посылал, от азарта, которым он пользовался. Щукин артист. Кстати, вот этот жест, знаменитый дедушка Ленина, который стоит на всех поменях, дедушка Ленин так не делал. Это артист Щукин придумал. Он когда искал, как передать вот эту энергетику и посыл, ну, каким образом это сделать, и он понял, что нужно посылать. То есть нужен пластика для того, чтобы она была длинной в посыле. И он сделал тот жест, который посылает далеко-далеко. Но это непонятно, куда далеко-далеко. И тогда ему нужно было сделать, что до последнего человека я его слышал. Каждый человек, который там был, до последнего, и поэтому он закрыл. Я всех перекрываю до последнего человека. Вот отсюда. И здесь поэтому, здесь энергетика, здесь другая история. Здесь не вербалинка, здесь энергия. Потому что, например, с Обамой связано. У него, знаете, трогательную историю, когда он приехал на Кубу с Раулем Кастром. Видели, нет? Да вы что? Это же песня. Обам приехал на Кубу, как старший брат, приехал в маленькую страну одарить их дружбой. Ну, типа, ладно, ссорились, я приехал, все теперь будет хорошо. И в силу того, что Рауль готовился со своим политтехнологи, они высчитали его часто использование вот этого жеста похлопывания. Потому что он, зараза, высокий, а Рауль маленький. И у него сисходительные отношения не только к Раулю. Он просто высокий, он ко всем относится. Ну, похлопывая. То есть это придуманный и отработанный жест. Но когда весь всегда работает, ты уже начинаешь существовать в стереотипе. И он по привычке Раулю. И Рауль его перехватил этот жест. То есть только его хлопать, он раз, и дальше Рауль играл уже на всю свою страну. Смотрите этих американцев где. Вот он, он думает, он приехал. И Обама, он настолько не ожидал, что он тут же скис. Из него как вытащили стержень. Он напустил глаза, он на чем-то типа, ну что, пойдем, хватит, ну все же решили, давай пойдем. И вот просто. А Рауль шел, он шел к публике, глядя на публику, ему говорят, давай, давай, а? Давай, давай, иди. Он выиграл и отыграл, что самое важное, до конца. А тот сдулся. Это вот грязно в том, что когда он уже перестал заниматься, потому что уже стал царь и бог, он уже готов был ко всему, в любом варианте. Это тоже обманчивое чувство. И те, кто реально занимается постоянными выступлениями, они просчитывают. Вот, например, у меня буквально три дня назад у меня был батл двух политиков. Один политик обученный, натренированный, он прошел несколько раз. Вот этот знаменитый тренинг, тренинг Тони Робинсона, слышали такому, где у него там по углям ходят, народ заводится на столько лекций, что теперь угли, они тут. И они больные, они молодцы. Он заводит. Но действительно, это крутой тренинг, но он основан на одном человеке. Это технология, которая основана на одном человеке. Потому что он актер, он харизматичный, он энергичный, он с жуткой энергией, как раз проэнергию. Вот он обладает этим качеством. И если ты этим качеством не обладаешь, то вряд ли ты будешь заводить такую многотысячную толпу. Туда приезжать, там сто тысяч, в Лондон к нему просто слетать и сто тысяч заплатить за билет на него пройти. Хотя трижды прошел, и он уже был обученный. А у них есть технология обучения, они дают музыку, которая вводит в состояние азарта и ражи. А 20 человек умных, это уже толпа. А тут несколько тысяч. И в общем, такой, этот парень он как робот. А меня пригласили поработать с политиком, который уволен. Он в основном существует в интернет-пространстве, выкладывает свои посты, а на публике не выходит. Но он такой фактуры еще побольше, чем я. Он такой ленивый. И мне нужно было его за три дня превратить во что-то. И вот, собственно, для меня был такой вызов и развлечение. Потому что мне пришлось просчитать того, потому что он бодрячок, значит, он будет прыгать и кахать. Поэтому я попросил поставить на площадке не кресло, как они промировали, а барные стулья. И понимаешь, что этот бодрячок выскочит и как петушок он заскочит туда двумя ногами. Ну и будет как петушок на носесте сидеть. Скорее всего. А я говорю, а ты выйдешь и сядешь, одну ногу поставишь, а вторую ногу будешь стоять. Будешь как лев. Спокойный, сытый и довольный. Все остальное, что он будет делать, ты относись к нему снисходить. Ну, ребенок балуется, то и больше. И что бы он ни делал, ты всегда оттуда внимание переносишь на себя и рассказываешь. То есть, например, ну а мы-то что сделали? Мы делаем очень много. То есть, я не с ним, то есть, я его не выпускаю. И на этом, собственно говоря, был построен вот этот батл. Он очень забавный был за счет того, как по-разному работает пластика. И мы этой пластикой, собственно говоря, и победили. Все. Все, понял.